Добрый день, друзья! Сегодня расскажу о такой интересной опции, которую можно приобрести нашей компании. Это установка дополнительной пластики железно-металлической остекленной кабины на стандартные вилочные погрузчики EP, которые поступают без кабин, например. Эту опцию можно заказать в дальнейшем в нашей компании, установить. Вот давайте посмотрим на примере вилочного подгрузчика дизельного модель CPD-18 T8, который к нам поступил без основной кабины, то есть была только защитная рамка. Клиент пожелал установить кабину. Стальную, отапливаемую, створниками и омывателем. Итак, почему именно вот кабина, да? Казалось бы, погрузчик складской, но, естественно, именно этот модель предполагается использование где-то 80% времени на улице. Ну, у нас в России, в частности, в Сибири, где мы сейчас находимся, города Бранаума, Тайский край. Зимой, конечно, бывают не очень опорные условия труда для оператора. Если погрузчик, как я уже сказал, работает 80-85% времени на улице, без кабины, к сожалению, никак не обойтись. Есть, конечно же, вариант одеть фуфаечку и будет видеть намного веселее, но с кабиной, естественно, лучше. Так вот, давайте посмотрим, что у нас кабина, что она может, что она умеет. Как мы видим, погрузчик кабина установлена в стандартные штатные крепления. Кабина полностью соответствует габаритам погрузчика. Сзади у нас специальное стекло с дворником, омывателем. Перенесены были габариты поворотники наверх. Есть специальная крыша. Пластиковая крыша, видите, у нас посвечивает, все хорошо. И, в том числе, защитная крыша с досадкой. Установлен маячок. Эта крышка открывается, лобовое стекло. Сейчас вам тоже покажу. Сама кабина. Уходная дверь с двух сторон открываются двери. Есть ключ. Открываем. И доступ к оператору к погрузчику. Вот на место, место работы. Это сейчас и посмотрите. Это у нас защита от продува снизу. Есть стекло с фиксаторами. Форточка, так называемая. То есть можно, в принципе, если летом жарковато, открыли, все замечательно, удобно работать. Протянутые провода, шланги, устройства для того, чтобы у нас дворник работал. Двигатель, да. Кронштейн, открывание заднего стекла на микролифте. То есть летом, в принципе, сейчас покажу, оператору будет тоже, в том числе, комфортно работать. Все продувается. Все хорошо, все ему видно будет. И так далее. Ну, соответственно, и летом, если работает на улице, можно не бояться дождя. Здесь у нас также лобовое стекло на всю площадь. Ничто не будет мешать обзору. Как мы видим, фары, зеркала вынесены на улицу, поворотники. Все, все у нас на месте. Ну, давайте пройдем внутрь кабины, посмотрим, как там будет оператору на рабочем месте. Так, заходим на место оператора. У погрузчиков EP есть специальная поручень и противоскользящий коврик, чтобы можно было удобно и хорошо заходить в кабину погрузчика. Как мы видим, пространство вокруг ни капельки не уменьшилось. Закрываем дверку. Есть даже фиксатор, можно, чтобы, если вам снаружи не открыли. С этой стороны тоже самый замок с фиксатором. Удобный поручень, чтобы открывать, держать дверь. Вполне хорошо, комфортно. Органы управления все под рукой, омыватель и работа дворника. Как мы видим, обзор достаточно хороший. Ничего у нас, ну, естественно, как бы на ширину дверки у нас обзор щемешка упал, но мне это не критично, все видно. Сзади также у нас все отлично видно. То есть, оператор будет доволен полностью. Как бы здесь рекламент настраивать, ну, вполне как бы тоже, вот можно изнутри прям, просто выставил, все видно, здесь все видно. Ну, и также у нас внутри, естественно, присутствует бачок омывателя под жидкость, омывание лобового и заднего стекла, а также печка. Печка у нас питается от штатного радиатора, берет тепло. Два режима работы, заслоночки. То есть зимой закрываете окошки, открываете заслоночки, включаете печку и все у нас работает. Человек у вас будет доволен. Оператор никогда не замерзнет на данной кабине. Также на этот погрузчик мы установили предпусковой подогреватель до сола. То есть предполагается, что хранение погрузчика ночью будет не в отапливом складе. Будет отключаться предпусковой подогреватель до сола в обычной разрезе 20 вольт, который будет нагревать систему охлаждения погрузчика и погрузчика водника. Ну, еще раз давайте делаем обзорчик круговой. Плюс я сейчас вам открою все дверки, чтобы было наглядно видно, как погрузчик выглядит у нас в раскрытом состоянии. И открывается. В принципе, можно отсюда пиратом, но, естественно, здесь неудобно из рычагов залазить. В принципе, возможно это все сделать. Ну и плюс вторую дверь. Основная дверь. Та дверь у нас тоже на замке закрывается. Вот так это выглядит. Еще раз напомню. Меня зовут Березин Владимир. Компания Сибиртехника. Город Парнаул. Телефоны все указаны. Обращайтесь. Подберем технику для вас, под ваши нужды. Техника поставляется напрямую с завода из Китая. Без каких-то дополнительных там наценок и так далее. То есть мы здесь растомаживаем в Барнауле у нас. И готовы предоставить вам по отличной стоимости, по отличной цене технику. Возможно оформление в лизинг. Под прямым договором. С МДС, естественно. Жду вопросов. Звоните, пишите. Всем удачи и пока.